Всем привет! Напомню, меня зовут Ирина. Очень рада вас приветствовать. Сегодня сделаем расклад на тему, как Вселенная расставит акценты. Мы все ждем, безусловно, суда Вселенной, того момента, когда восторжествует хоть какая-то правда, и будет наказан тот, кто вмешивался в нашу судьбу, кто сделал нам больно. Посмотрим сегодня, суждено ли вам дождаться. Воздаяние вашему недоброжелателю. Ну, что ждет, да? Посмотрим вас и, в общем-то, тех, кто когда-либо вмешивался в вашу жизнь, бесцеремонно, безнравственно. Давайте посмотрим. Так, ваша судьба, линия вашей судьбы. Да, судьба, конечно, по карте Паш Мечей очень такая непростая. Здесь дорога борьбы, но борьбы с невидимыми врагами. То есть очень часто вы даже и не знали толком, с кем воевать. Вы понимали, что за вашей спиной что-то происходит, что не все согласны с вами. Но, видимо, люди не показывали вида. У вас со спиной могут быть проблемы в плане здоровья физического. Потому что я здесь вот вижу, что лицо у вас как вот гладкая кожа, не морщинки. Ну, или морщины, но не ярко выраженные. Глаза светятся энергией, энергией пятерка. Прошу прощения, девятка пентаклей. Очень мощный энергетический потенциал. Но идёт из глаз у вас энергия. Вот взгляд у вас, он временами бывает достаточно тяжёлый. Временами очень такой проницательный. Через глаза вы разговариваете с людьми, с душами людей. Вот есть у вас такое. И поэтому в глаза вам не решаются сказать правду. Очень мало кто решался вам сказать что-то. В конфликт с вами вступить. Как-то высказать свою позицию, которая была в рознь с вашим мнением. То есть вступать с вами в перепалки люди как-то не рискуют. В самых крайних случаях. Но вот что за спиной творится, у вас и со спиной проблемы могут быть. Потому что то, что вам посылается вслед, это страшно. Это страшно. И у кого-то это на работе. Именно на работе. Карта восьмёрка пентаклей. Человек зарабатывает. Вот вы сидите в ваше рабочее место. Что там? Компьютер, кресло, какие-то бумаги. Вы куёте свои пентакли. Идёт в спину что-то. Может быть за спиной коллега сидит по работе. Может быть там несколько человек. Смените положение своё в этом пространстве. Чтобы вы не сидели никому спиной. Это самая плохая позиция, которая только может быть. Никогда не позволяйте, чтобы кто-то стоял у вас за спиной во время общения. И никогда не поворачивайтесь никому спиной. Потому что спина это такая зона уязвимая очень. Многие об этом знают. Я думаю, ни для кого Америку не открываю. Туда летит всё, что угодно. Те посылы, которые летят вам в спину. Но это масштаб очень негативный. И неудивительно, что у вас там сколиозы, какие-то грыжи. У кого что там со спиной. Главным образом, здесь ваш враг женщина, с которой вы очень часто контактируете. Контактируете очень часто. Эта женщина хочет повернуть какую-то ситуацию. Себе на пользу. Хочет быть в большей выгоде, чем вы сегодня. Но она по-хорошему хочет сделать. Но неудивительно. Я говорила, что с вами редко кто решается на конфликт. На какие-то серьёзные разговоры. Потому что боятся. Боятся вашего взгляда. У вас взгляд, он просто пронзает эти души мёртвые. Наполненные негативной энергетикой. Вы на вид очень такая хрупкая, если вы женщина. Да, если мужчина, вы невысокого роста, такой худощавый. Но взгляд у вас магический, я бы так сказала. Причём глаза светлые, не тёмные. Светлокарие, зелёные, серые, голубые. Ну, я бы так сказала, голубые навряд ли. Здесь больше как серые светлокарие идут. Это самые энергетические такие сильные цвета радужки. Так. Дама некая есть в вашем пространстве, да? Ещё дама есть. Тут женщины. У вас главным образом идёт от женщин зависть. Дамы. Дамы тут много их. Ну, пять. Мне здесь выпало пять. Такое, да, приличное общество. Люди самодостаточные, сразу говорю. Здесь полные кубки. То есть у них в жизни всё есть. Могут подруги завидовать. Обратите внимание, потому что вот здесь идёт мужчина какой-то у меня в раскладе. Может быть, у них с личной жизнью проблемы, а у вас, например, всё хорошо. Но при этом отношения с любимым человеком достаточно сложные. Вот почему? Потому что вмешиваются эти дамы. Постоянное перемывание косточек, да? Как вы там с ним живёте. Это зависть, как ни крути. Да, этот негатив. Он постоянно идёт в вашу сторону. В сторону вашего дома, ваших взаимоотношений. Ну, вот кто-то, да, перемывает вам косточки и тем самым негатив посылает. И отсюда ваши проблемы в отношениях могут быть. Вот. Для кого-то проиграется... Ну, что уже произошёл разрыв между вами, потому что дьявол здесь. Дьявол на дне колоды. Вмешательство уже произошло. Так. Как вас видит это общество? Ну, тут очень хочется, чтобы вы страдали, да? Ну, скажем так, не слишком они будут печалиться, если узнают вдруг, что у вас какие-то проблемы появились на горизонте, что что-то не так, не ладится, да? Что вы там, например, отказываетесь от своих каких-то желаний, планов. Прямо вот бальзам на душу им. Потому что считают вас человеком очень таким везучим, человеком балованием судьбы. Ну, про таких говорят, да, вот. Ну, понятно, да, что они не видят сути. Вы, конечно, может быть, человек, который постоянно поддерживает свой статус с ежедневной работой, непрерывным трудом и над собой, и на работе, и дома отношения поддерживаете, возможно. Вы работаете, что называется, на полную катушку, но ведь этого никогда не видно. Ну, скажем, по крайней мере, это касается всех личностей, вот сильных таких, внутренних. Женщина тащит на себе всё, но на лице её никогда не скажешь. Потому что она улыбается, она очень такая женственная, она лёгкая на подъём, да. Как девчонка такая, даже если ей там 40 за 40 и даже ближе к 50-60. То есть вы человек лёгкий, вы человек очень оптимистичный по жизни. Позитив любите, позитив. Для вас вот позитивное отношение ко всему – это как живительная влага, да, живая вода в ваших трудностях. В тяжёлые периоды вы не унывали никогда. Такие люди не унывают, такие люди не опускают руки. И вы спрашиваете себя очень часто, да чему завидовать? У меня куча проблем. На мне, на моих плечах всё находится. Я тащу мужа, детей, работу, да, карьеру строю, дачу там содержу, дом. С детьми тоже какие-то вопросы нужно решать, и всё это на мне. Сколько бы вы ни жаловались, вас никто никогда не услышит. Потому что по вашему внешнему виду никогда не поймёшь и не догадаешься о том, какой груз лежит на ваших плечах. Вот единственное, что вас выдаёт, это ваша спина. Вы иногда сутулитесь вот именно от вот этой тяжести. Тяжести не от тяжести того, что вы везде стараетесь успеть и всё держать в своих руках, а от того, что давит негатив. Очень много идёт разговоров в ваш адрес и много негатива. Что у вас будет происходить в ближайшее время в вашей жизни? Какой-то уход у вас будет, либо переход судьбоносный. С одной дороги на другую. Какой-то судьбоносный переход. На самом деле вы задумываетесь об этом давно. Но совершить какое-то, реализовать что-то, либо совершить реально какое-то действие решительное. Решиться на что-то хотите, но никак не можете. Или понимаете, что ещё не время, у вас недостаточно инструментов для того, чтобы это реализовать. Вам нужно сейчас завершить какую-то борьбу. Вот вы прям хотите расставить акценты по-своему. Получится ли? Здесь не получится быстро завершить эту ситуацию. Рыцарь Жезлов выходит, да, карта стремительного такого потока энергетического. Я бы сказала так, по этой карте ситуация сегодня вам не подвластна. Она бесконтрольна. Она как разнозданный конь и сегодня мчит непонятно куда. Не потому, что вы неправильный подход нашли к кому-то. Не потому, что вы делаете и допускаете какие-то ошибки. А потому, что кто-то ведёт себя так, что создаёт хаос, непостоянство. Кто-то очень не хочет завершать вот эту историю, которая вытягивает из вас все силы, все энергии. Не даёт вам кто-то сделать шаг вперёд. Не дают. Человек стоит вот у вас на пути и всё. Вот стоит кто-то. Кто? Кто стоит? Ну, Луна не показывает. Не показывает лицо. Ещё и отшельник. Человек, который, знаете, вокруг вас как будто ходит. Он не показывает своего лица. Он не проявляет своего истинного отношения к вам. Он создаёт туманность. Он создаёт вам дополнительные проблемы. Но вы этого человека, скорее всего, пока даже и не замечаете. И не замечали, возможно, до какого-то периода. В какой-то момент произошло что-то такое, что открыло вам глаза. Что-то, что вас шокировало. И вот в этой истории, как бы вот с этого момента, всё начало меняться. После вашего прозрения отношения из ранга хороших, стабильных, перешли в проблематичные. Вот этот момент шоковый, неприятный сюрприз для вас, он стал, с одной стороны, да, болезненной какой-то историей. Но с другой, это что-то, что открыло вам глаза. Это уже та правда, которую признать невозможно. Вот она перед вашими глазами, да, как бы вы не уходили от этого. Как бы вы не пытались найти оправдание поступкам этого человека. У вас правда перед глазами. От этого не уйти. Хорошо. Что дальше будет происходить здесь? Момент доверия ваш значительно осложнится тем, что вы задумаетесь о новом направлении. Здесь момент искренности, теплоты душевной. То есть вы доверяли этому человеку, возможно были чувства. Но здесь больше как шестёрка кубков. Она про такую стабильность домашнюю, уютную, тёплую какую-то нишу. Там было тепло, там хорошо, вы доверились, доверились кому-то. Но по итогу за это заплатите на самом деле достаточно такую цену серьёзную, я бы сказала. Достаточно серьёзную, да, восьмёрка пентаклей. Здесь история с мужчиной, который сделал вам больно по десятке мячей. И тройка мячей. Очень больно. Очень больно. Как будто в этой ситуации вас никто не слышит. Вы не можете найти успокоения. Вы пытаетесь найти, возможно, мудрый совет, да, чтобы кто-то вам дал найти человека по душе, чтобы вас поняли, услышали. Ну, такое ощущение, что социум вас не слышит. Либо вы до этого человека всё-таки пытаетесь достучаться до сих пор. Даже после того, как он сделал вам больно. Даже после того, как он принял вот такое некрасивое, критерицемерное решение. Всё равно вы пытаетесь сегодня его спасать. Совет вам? Совет. Любить себя, Паш Кубков. Маленькие радости. Искать позитивные моменты в случившемся, да. Вообще совет уникальный. Хотя карта вроде бы незначительная. Но какой совет? Найти плюсы даже там, где, казалось бы, их нет. Вот это и есть путь к просвету в любой сложной ситуации. Да, сегодня у вас тупик. Ну, десятка мечей и тройка мечей выпали вместе. Это действительно тяжёлый период в вашей жизни. Но он не бесконечен. И он имеет свои плюсы. Надо просто их рассмотреть. Ещё совет вам в этой ситуации. Вы выиграете обязательно. Верить. Вера. В свою удачу. В свою правду. Вот что вам поможет. Ну и, конечно, подождать. Здесь имеет значение время. Карта повешенная. Это карта времени. Не всё зависит от наших намерений, планов, от наших желаний. Иногда надо просто повисеть. Подумать. Принять как должное. Всё, что происходит. Даже если это больно, даже если это наполнено несправедливостью. Надо подождать. Ну, когда выходит повешенный, я сразу говорю о том, что здесь будет Вселенная вершить свой суд. Давайте посмотрим, как это будет происходить. Расстановка акцентов в вашей судьбе. Человек, который вас ранил, выходит человек, который сделал вам больно. Карта умеренности. Выходит ситуация в другую стадию, более какую-то стабильную. То есть вы придёте к договорённости. Вы найдёте какие-то общие точки соприкосновения. Однозначно здесь будут и разговоры, будут и попытки договориться. И эти попытки будут приводить к результату. То есть та вторая стена, она не такая уж прям и непробиваемая, непрошибаемая. Вы всё это сможете вывести на стабильный уровень однозначно. Но вам нужна стратегия. Вам нужна стратегия, чёткий план действий. Сейчас надо остановиться. Возможно, для кого-то карта повешена, и как совет остановиться. Вот не действуйте на пролом. Да, у вас эмоции, трудно контролировать себя. Но ведь эмоциями делу не поможешь. Нужна стратегия, нужен подход. Нужно искать вариант, нужно подойти к этому серьёзно. Дальнейшее развитие событий что? Ну вот у вас будет потенциал, ваш ресурс у вас в руках. Всё, что у вас украли. Всё, что по какой-то непонятной схеме оказалось у кого-то другого. Кто что вам должен. Какие-то потери, которые вы понесли по вине какой-то Личности. Всё это вернётся на круги своя в результате глубочайшей трансформации. Вот здесь две карты выпали, которые сразу же говорят о том, что ситуация не будет развиваться быстро. Карта повешены и смерть. Это время. Трансформация, процесс длительный. Должно измениться всё. По итогу мы спрашиваем, какие будут акценты расставлены. И как. И вот по трансформации, конечно, здесь может быть масса неожиданных моментов. Ситуация может несколько раз изменяться и совершенно неожиданно, как для вас, так и для второй стороны. Вам высшие силы помогают выйти из этой ситуации победителем или победительницей. Итог для вас. Итог. Новое начинание. Новый виток. Новый вариант. Новая идея, которая вас посетит. Это когда человек видит направление. Это когда человек понимает, да, вот от этого я оттолкнусь. И это приведёт меня к результату. Это действительно сдвинет с мёртвой точки какую-то историю по карте колесницы. Да, сдвигается с мёртвой точки. И вот он, по сути, новый этап. Тот самый, на который вы выведете эту ситуацию. Вам нужно вывести эту ситуацию вот в свою пользу. У вас-то получится сделать. Получится однозначно. Конечно, десятка. Пентаклей получится. Крутой поворот скоро совершите. Придёт мысль. Неожиданно. Как сигнал свыше. Сделай его так. Рассмотри вот такой вариант. Вы это берёте во внимание и действуете в этом направлении. Это помогает вам достичь вашей цели. Прекрасный расклад. Всем удачи. Ну, а я надеюсь, что мы с вами встретимся в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...